Первый украинский фильм-фэнтези «Сторожева застава» за пять дней проката просмотрела более 100 тысяч украинцев, а касса ленты перевалила за 8 миллионов гривен. Для того, чтобы и дальше развивать украинский кинематограф, в 2018 году обещают заложить полмиллиарда гривен. Мы продолжаем дневной эфир седьмого телеканала в студии с вами Татьяна Милимко. Знаете ли вы, что в Музее современного искусства в Нью-Йорке одна из картин 46 лет провисела вверх ногами, и этого никто не замечал? В нашем Музее западного и восточного искусства такого быть не может. Предлагаем вам видеоэкскурсию. Хосе Карене де Миранде – еще один представитель испанской школы живописи эпохи барокко. Портрет Марии Луизы Орлеанской. Девы, которая была рождена с королевской кровью, голубой кровью, вышла замуж за короля и закончила свою жизнь очень трагично. Она была дочерью герцога Орлеанского и племянницей самого Людовика XIV, короля солнца. Но по политическим соображениям в очень юном возрасте ее выдали замуж за Карлоса II. Это был последний король из рода Габсбургов. И мы знаем о том, что эта династия для того, чтобы удержать всю власть в своих руках, в своей семье, заключала очень много близкокровных браков. И вследствие этого Карлос II был далеко не красавцем, он был далеко не смышленым юношей. И до определенного возраста он даже не мог ходить, его переносили на руках. И вот юная, прекрасная Мария Луиза, привыкшая жить при французском дворе, привыкшая к радостям и весельям, отправляется в суровую с очень жесткими и такими суровыми правилами испанского двора. Она не имела права не иметь подруг, не имела права даже подходить к окну. У нее даже не было собачки домашней. Единственной ее радостью были гастрономические посиделки у стола, и это дало свой отпечаток к концу своей жизни. Она достаточно сильно располнела. Но не в том дело, она была очень несчастной в испанском королевстве, и ее не любили там. Она не могла родить наследника и не по своей вине, а поскольку Карлос просто не мог иметь детей. И существует одна из версий, что она умерла не своей смертью, а насильственно, либо она была отравлена, либо была задушена подвязкой, что вообще вызывает некую дрожь. Но после того, как она умерла, Карлос II, хромой, некрасивый, вроде практически полоумный король, каждый день приходил к склепу, открывал крышку ее гроба, смотрел на нее часами и говорил, что это была самая прекрасная женщина на свете. И он таки, да, любил ее до конца своих дней, несмотря на то, что был женат потом второй раз, и детей у него так и не появилось, но он всегда с таким неким нежным детским трепетом вспоминал ласковую и добрую Марии Луизы Дубурбонскую. В Украине набирают популярность эко-блокноты. Знаете ли вы, что в Одессе их тоже создают? Сейчас мы предлагаем вам узнать, кто именно. Проект, который был разработан изначально нашей командой, называется «Эко-ноут». Это блокноты, которые создаются из одностороннего брака. Суть проекта заключается в том, что достаточно много у каждого из нас есть ненужной макулатуры, которая скапливается дома, из которой мы не знаем, что в дальнейшем делать. Таким образом, у нас есть несколько вариантов. Мы можем ее выбрасывать, мы можем ее отдать на переработку в соответствующий центр, либо мы можем, как мы это делаем сегодня, сделать из нее блокнот. Таким образом, мы с одной стороны продлеваем ее жизнь, потому что блокнот этот впоследствии можно также отдать на переработку в макулатуру. С другой стороны, это возможность создавать некий новый уникальный и экологичный продукт, который будет дешевле обычных аналогов, стандартных аналогов, и, соответственно, он будет интересен и привлекательен достаточно большой целевой аудитории. Существуют различные аналоги этого проекта, различные модификации, и пришла идея, что есть у каждого из студентов достаточное количество брака ненужного, и у нас есть типография, с которой мы сотрудничали как команда «Энактус», это типография «Всетик» одесская, и также у них скапливается определенное количество брака. На сегодняшний день они, на тот момент, если быть точным, они этот брак просто отдавали в макулатуру, получали определенную сумму денег за это. Команда подсчитала, что если они будут создавать блокноты, то они получат большую экономическую выгоду, ну и, соответственно, социальную и экологическую пользу принесут обществу. И таким образом команда занялась налаживанием связи с типографией и созданием этого проекта. Проекту уже через месяц будет три года. За три года было создано блокнотов более чем на 600 килограмм макулатуры. То есть блокноты распространяются по всей Украине. Более 10 городов – это Николаев, Киев, Херсон, Хмельницкий. Также в Одессе, естественно, реализуются блокноты. Блокноты делаются под заказ. Заказывают в основном различные социально активные люди или организации. То есть это Федерация дебатов Украины, это тот же «Энактус», это различные конференции, различные мероприятия, которые позиционируют себя как социально ответственные. Это примерно может быть блокнотов 200-300 в месяц в среднем за год. Может быть больше, если количество мероприятий у нас больше. Опять-таки блокноты бывают разного формата, поэтому на отдельные блокноты, на отдельные партии идет разное количество макулатуры. В мае этого года мы запустили несколько новых направлений. Одно из них – это блокноты, на обложке которых будут изображены рисунки или картины социально незащищенных слоев населения. Это дети из детских домов, это художники, которые не могут себя проявить, люди с ограниченными возможностями. Мы планируем реализовывать эти блокноты и часть прибыли от этих блокнотов отдавать авторам этих рисунков, таким образом развивая их как художников и давая им возможность получить определенную прибыль, чего на сегодняшний день им тяжело добиться. Недавно в Одессе появилось много разных афиш, на которых изображена Анастасия Андреева, наша одесская певица, потрясающая певица. Я лично сразу обратила внимание на эти афиши, потому что мне кажется, сегодня это редкость, чтобы именно наших ребят вот так поддерживали, и чтобы такие афиши, прямый такой анонс концерта делали и создавали именно для наших одесситов. Ну, естественно, мы тоже пригласили сегодня Анастасию Андрееву и Андрея Черного. Настя, композитор и певица, Андрей, дирижер и композитор, они частые гости в нашей студии, и мы всегда им очень-очень рады. Сегодня расскажут о предстоящем концерте. Анастасия Андреев Кракует вітер за моим склом, за моим столом крижаный квитер, под толстою кригою моя душа. Сколько я думала про твои виски, скільки надуло, скільки навіяло, холодно стало у наших містах, скільки доріжок до тебе заметено, скільки помилок і душ перплетено, холодь у наших серцях зима. Замоем вікно, Самотня крига на моем подвір'ї бітьма, Так довго хотіла зігрітись, То це неможливо, коли я зима. Скільки я думала про твої виски, скільки надуло, скільки навіяло, Холодно стало у наших містах, скільки доріжок до тебе заметено, скільки помилок і душ переплетено, Холодь у наших серцях, скільки я думала про твої виски, скільки надуло, скільки навіяло, Холодно стало у наших містах, скільки доріжок до тебе заметено, скільки помилок і душ переплетено, Холодь у наших серцях зима. Холодно. 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 Душная, парящая где-то в облаках, во всем, наверное, от внешности, от образа твоего, до твоей поэзии, до каждого слова в ней. Это ведь авторская музыка твоя. Да, спасибо. Итак, концерт приближается. Давайте начнем с такого анонса. Как он будет выглядеть? Это будет симфонический оркестр, это авторская, Настя, музыка, или же будут это каверы какие-то разобранные? Я уже так, только спросите меня, это будет что-то, ууу! Это будет только авторская музыка, это будут мои песни, и песни, которые мне подарили некоторые или поэты, или композиторы, но это будет необычный концерт, он будет при поддержке крутых музыкантов и просто суперсимфонического оркестра под руководством Андрея Черного. Так, Андрей, вы, получается, полностью разбирали, создавали каждую партию, ведь, я понимаю, есть одна композиция, но ведь ее нужно расширить для того, чтобы зазвучал весь оркестр. Да, мы с Анастасией сели, заварили большую чашку чая, послушали все ее песни, сделали на них партитуры, и она меня вдохновила своим творчеством, она меня вдохновила вообще своим настроением. И должен сказать, что сегодня мне снился сон, который, я бы сказал, объединил нас, потому что она вчера увидела какую-то картинку, которую она хотела бы достичь на концерте, а я ей сегодня, буквально перед встречей говорю, ты знаешь, мне сегодня солнце, как будто бы уже концерт, и ты стоишь под зонтом, идет дождь, и это все красиво, она говорит, а я себе... Подожди, подожди, сейчас я тебе покажу, показываю картинку, вот это, говорит, да, только там платье другое немножко. На самом деле, весь этот проект, мы как-то так вот в одно русло, как сказать, вплели. Это творческая идиллия такая, да, это когда совпадаешь волнами, наверное. Да, наверное, это очень классное, классное вот состояние души, обалденное. И вот она меня, можно сказать, вдохновила, заразила, и всех музыкантов, и будет, да, будет симфонический оркестр, мы уже репетировали, у нас здорово получается, мы придумываем интересные картинки, красивые зарисовки, чтобы зрители... Картинки музыкальные или визуализация тоже будет? И визуально, и музыкой, потому что мы знаем, что наш Одессит — это зритель, который любит не только смотреть, слушать, но еще и участвовать в это. Это очень важно, чтобы зритель, конечно, погрузился максимально в творчество нашей Насти. Это будет твой первый большой такой сольный концерт? Ну, в таких масштабах, конечно, да. А с оркестром выступать, мне кажется, это мечта. Ну, вы знаете, да, это вообще просто какое-то потрясающее ощущение. Я, конечно, уже принимала участие в концертах Андрея Черного, Войсов Десипа, Руха и оркестра. Но свои песни. Но когда я начинаю слышать, как звучит моя песня, то в какой-то момент просто вот эта волна ощущений накатывает, накатывает, накатывает. И просто я думаю, что сейчас у меня сердце вот выскочит или голосом, или какими-то эмоциями побежит по залу. Ну, не знаю, это просто невероятно. Я боюсь даже думать, в каком состоянии я буду в день концерта. Как у меня все будет трепетать, я уже предвкушаю. Мне кажется, на самом деле все будет хорошо, и все будет спокойно. Ты поймешь, что в зале свои люди, что люди пришли послушать тебя, свет. А дождь таки будет, скажи? Или это секрет? В секрете. Видите, я хотела аккуратно все-таки зайти, да, и узнать, визуализируете ли вы ту картинку, которая вам приснилась и привиделась. Но, возможно, все-таки будет, да? Ну, возможно. Потрясающе, это очень красиво. Я должен сказать, что на концерте, вот на Настином именно сольном концерте, мы хотим попробовать вот такие зарисовки, которых мы хотели попробовать, но не могли. И вот сейчас, наверное, именно в ее концерте мы можем, так сказать, ну, как бы, наверное, выросли к этому и технически, и внутренне, чтобы создать вот атмосферное. Потому что, на самом деле, Настина музыка очень атмосферная, она правда, она где-то парит. Она птичья, да, вот такая вот птичья в самом прекрасном понимании, легкости, да, вот этих крыльев каких-то. Вот ласточка, она настолько идеально просто подходит. Это правда. И мы стараемся дополнить всем остальным, чтобы это состояние и передать зрителям. А к чем вы будете дополнять? Или тоже секрет? Нет, ну, я думаю, какие-то секреты мы обязательно расскажем. Которые будут использованы. Вот мы вчера буквально сидели и с Анастасией, и с директором Настей и Еленой. Мы сидели и думали, как же сделать так, чтобы появился оркестр? Потому что мы сделаем так, чтобы часть играла, да, группа с Настей, потом появился как-то оркестр, чтобы это было, ну, не так банально, не так, как-то... Не просто вышли, да? Да, не вышли, а чтобы это было правда появления. Появление, вот, и каждый номер был как появление, и каждая зарисовка. А свет? И свет. Вот у нас есть вообще просто замечательный человек, который, ну, я вам сказал, он такой художник по свету, это наш Сашка Гончар. Он нам предлагает какие-то такие каверзные идеи, которые, может быть, даже Насте не совсем удобно, но это красиво. И мы готовы соглашаться на какие-то неудобные штуки, но чтобы зрителям было очень красивое... И у вас, получается, уже театр. Там, где задействован свет и какие-то такие вещи, мне кажется, это именно театр. Какие-то и световые решения будут, и постановочные обязательно. Ну, мы же не будем совсем прямо секреты раскрывать, но будем говорить, что обязательно, да, будет происходить что-то на сцене, можно будет посмотреть, услышать, подумать, проследить за чем-то. И, несмотря на то, что уже заявлен оркестр симфонический, это тоже будет все равно каким-то сюрпризом в любом случае. Сбойнём еще раз, пожалуйста. С удовольствием. Господи, сбережи долю моей родины. Господи, зупини зливы лиху и дни. Господи, сколько сгорело ночей в поломи нашої лютті. Господи, сколько навеки дверей перед тобою закрыті. Господи, ты сердце веченний, білою птахою, и их пусти. И все это сделали мы, только не прожени, и не прожени. Господи, покажи, скільки залишиться квітів до ще одної весни, Щоб їх побачили діти, скільки зуріло ночей в поломи нашої лютті. Скільки навеки дверей перед тобою закрыті. Господи, ты сердце веченний, білою птахою, и их пусти. И все это сделали мы, только не прожени. И не прожени, и не прожени. Ты сердце веченний, білою птахою, и их пусти. И все это сделали мы, только не прожени. И не прожени, не дію не жени. Это прекрасно было, спасибо огромное. Помимо того, что готовитесь к концерту, наверняка еще и снимаете клип, ведете работу над записью альбома, может быть, над созданием новых песен. Конечно, сейчас у нас на стадии завершения наш альбом, мы уже хотим его подготовить непосредственно к презентации. И также у нас уже практически готов второй клип. Будем думать, когда мы его презентуем как-то красиво и торжественно. Ну и у Андрея, конечно, кипит работа. Просто вообще один концерт, другой концерт, какое-то вообще сумасшествие творческих планов и реализаций. А новые песни, конечно, я пишу. И я бы сказала, что вот этот альбом, который сейчас мы будем презентовать, наверное, он должен был быть вторым. Первые песни я так отложила, у меня уже есть и на третий, и на четвертый. Но уже, видимо, всему свое время, постепенно дойдем. Давайте покажем фрагмент клипа, который уже есть. Да, я знаю, что презентация следующего клипа тоже совсем скоро пройдет, но вот тот, который есть, фрагмент его посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА